Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня у нас в гостях тот самый заряженный мега супер имба топ флагман компании Asus, Asus Zenfone 7 Pro. Данный аппарат, ребят, назаряжен по последнему слову техники, тут у нас и 865 дракон со знаком плюс, да, тот самый чип, который используется в Asus ROG Phone 3 поколения, так что с играми тут, ребят, проблем быть не должно от слова совсем. А также у нас тут полноэкранный дисплей, то есть никаких вырезов, челок, прочей ерунды, мишуры тут нет, это вот как раз вариант подменят. Я не особо любитель всех этих новомодных дырений в экранах и каждый раз об этом вам говорю, все вы знаете, и то, что их тут нет, уже плюс данному смартфончику. А также у нас тут, насколько я помню, 8 габайт оперативки, 256 накопителей, в общем, полностью заряженный аппарат, камеры от Sony и есть у него одна довольно интересная особенность, которая перекочевала сюда из шестого Zenfone, но все равно я еще пока что с ней не сталкивался и сейчас будем все это дело смотреть и со всем этим знакомиться и буду делиться своими первыми впечатлениями. Ну и, ребят, давайте-ка приступим к извлечению этого самого монстра из этой коробки. Кстати, коробочка сама по себе довольно-таки симпатичная, имеет прилив на цифре 7, везде Asus, Zenfone 7 Pro и так далее. Все, погнали! Ну а если вас уже заинтересовал очередной топ технофарш от Asus, тогда для поиска лучшей цены на новенький Zenfone 7 Pro мы всегда отправляемся на e-каталог. Находим на странице или прописываем в строке поиска интересующую нас модель, далее сортируем модель по цвету, объемам памяти и прочим характеристикам и через пару секунд в наших руках будет перечень самых вкусных цен, что есть в магазинах. Кстати, тут же можно следить и динамику цен, чтобы не попасться на липовые скидки. Ну согласитесь, это довольно удобная и практичная фишка, особенно когда нет желания переплачивать. И такое можно сделать с абсолютно любым другим товаром и найти максимально приятную цену. Ведь благодаря тому, что e-каталог действительно мониторит большое количество магазинов, вы уж точно не упустите вкусный вариант. Ну и так как я рекомендую моим зрителям перед покупкой сравнение цены одновременно в нескольких магазинах, я также лично могу порекомендовать для этих целей e-каталог. Тут все понятно и максимально просто. Так что переходим по ссылкам в описании и делаем покупки с умом. И, собственно, открыв коробку, мы встречаем вот такой вот набор фирменных аксессуаров под вот этими вот картонными дверцами. У нас скрывается, в первую очередь, блок зарядного устройства. Кстати, такой довольно матерый, увесистый. Он у нас на 30 ватт. Быстрая зарядочка присутствует. Далее идет USB-C кабель. И тут все. И, по всей видимости, у нас тут еще вот такой вот флип-камера написано. Коробок. Так, ага. Давайте-ка посмотрим, что у нас здесь. Скрипка для извлечения сим-лотка. Фирменная, брендированная. Руководство маленькое. Пользователя, в принципе, не нужно. Сейчас в современном мире вещь абсолютно. И в моей комплектации тут почему-то два чехла присутствуют. Давайте-ка быстренько с ними познакомимся. Тоже. Так, так, так. У нас идет вот такой вот чехольчик пластиковый с какой-то странной штукой. Заглушкой. Это, по всей видимости, стопор. Стопор для камеры. Или еще для чего-то, чтобы она там не выпрыгивала, наверное. Блин, интересное решение. Ну, вот такой вот чехольчик из толстого, получается, пластика с текстуркой в комплекте у меня есть. Далее у нас идет что-то более простое. Это, хотел сказать, силиконовый. Но нет, это тоже пластиковый чехол. Но теперь уже прозрачная его вариация. В общем, на вкус и цвет. Мне кажется, вот это для белого смартфона прям будет супер. Хотя наш герой, насколько я помню, должен быть в синем исполнении и тоже вполне себе ничего. И вот он, ребят. Наш сегодняшний герой. Пока что, мне кажется, как будто бы он прям в черном исполнении. Ладно, до него мы доберемся чуть-чуть попозже. Надо все-таки добить комплектацию. Что у нас тут есть? А тут какая-то хитрая штука, по всей видимости, чтобы попытаться развести меня на уничтожение этой коробки. Извлечение. Ничего. Да, по всей видимости, все, больше ничего нет. А получается, наушников у нас в комплекте нет. Но, в принципе, я думаю, у всех есть наушники. Сейчас насчет этого никто не заморачивается особо. Зато есть два чехола. Прикольно. Так, ладно. Вот такая у нас получается комплектация. В принципе, есть все для быстрого старта. А самое главное, сам смартфончик. Вот он, ребят. И он у нас действительно в таком темно-синем исполнении. Я думаю, на солнце он будет смотреться намного веселее, чем в лампах моих прожекторов. Но, вот эта камера, это что-то с чем-то. Ребят, да, как вы поняли, она у нас отстегивается. И ставится вот сюда. Вот получается то, что благодаря вот этому решению, ребята сделали так, что не нужно омрачать дисплей никакими вырезами, дырками и так далее. То есть, вот он дисплей во весь, так сказать, размер смартфона. Это реально очень классно. Единственное, что вызывает вопрос, конечно, долговечность этой конструкции. Но это, как вы поняли, Zenfone 7 Pro. А есть еще Zenfone 6 Pro. Шестое поколение. Там точно такая же получается флип-камера. И раз она до сих пор в строю, то, думаю, тут ребята просчитали. Плюс я, насколько я читал про него, тут используется уже механизм нового поколения. Так что он быстрее, надежнее, шустрее. Ну, как всегда, все это, разумеется, на бумаге так именно и описывается. Но я думаю, все должно быть на высшем уровне. Ребята насчет этого заморочились. Ну и давайте-ка быстренько ознакомимся с внешним видом нашего сегодняшнего героя более подробно. На лицевой стороне Asus Zenfone 7 Pro находится, собственно, разговорный динамик, датчики, ну и дисплей с диагональю в 6,67 дюйма. Справа можно найти качельку регулировки громкости и кнопку включения с встроенным прямиком в нее сканером отпечатков пальцев. На левой же грани у нас находится, честно говоря, шок-контент. Ну, во всяком случае, для флагманского смартфона. Тут у нас находится слот, которым установить сразу две наносим-карты и карточку памяти. То есть, это, повторюсь, не свойственно. Большинство топовых устройств обычно нам дают поставить только две сим-карты, а тут же две сим-карты и карточка памяти. То есть, ничем жертвовать нам не придется. Сверху только дополнительный микрофон для шумоподавления. На нижней же грани у нас находится прорезь динамика громкоговорителя, микрофон, USB-C разъем и, кстати, у нас тут есть еще и индикатор событий. Ну и на тыльной стороне этого по-настоящему необычного смартфона находится вот эта вот флип-камера, в недрах которой расположились три глазка и вспышка. Далее идет у нас дополнительный микрофон для шумоподавления и логотип компании Asus. Ну и подобает любому уважающему себя глянцевому смартфону, он прекраснейшим образом собирает все ваши отпечатки пальцев. Так что, ребят, чехлы тут не просто так. Что ж, дорогие друзья, с внешкой нашего героя мы вроде как разобрались. В целом смартфончик, наверное, один из самых необычных, что были у меня на тестах. И вот необычный он, в первую очередь, как я уже говорил, за счет вот этой вот флип-камеры. Да, конечно же, в первую очередь возникает вопрос, насколько ли эта тема долговечна. Но, опять же, я проверил все это дело. Ну, как? Отправился на FPDA, тема с Zenfone 6, да, именно в 6 Zenfone отправился, потому что там плюс-минус похожий механизм. Но, все-таки, масса людей больше, которые пользуются данным смартфоном. Семерок еще не так много на форуме, там я ничего общего, никакого негатива не нашел. Насчет шестерки тоже, в целом, все на уровне с браком других устройств, других производителей. Я не знаю, вот я тем же OnePlus 7 Pro пользуюсь уже, наверное, два года, ребят. Там выезжающая камера, многие тоже багуртили. А, выезжающая камера, все, хана, будет туда песок, пыль, она будет отваливаться, калина ловить и так далее. Нет, на самом деле, вот я пользуюсь и пользуюсь фронталкой довольно часто. Смартфон у меня постоянно на подсъемках, там тесты наушников и так далее, снимаю там постоянно, ребят. И, в целом, пока что вот два года камера выезжает, заезжает точно так же, тогда, когда я ее приобретал. Тут же механизм немножко другой, получается, вот это все откидывается по ступенечкам, там, кстати, грамотно сделано. Я думаю, это пригодится многим блогерам, влогерам для подсъемки, вот именно как фронтальная камера. Но это самая лучшая будет фронтальная камера, потому что, во-первых, ее нет нигде вот здесь. Вот это самое главное, нет никаких дырок. А вот этот модуль, он переворачивается, и вы можете снимать в полноценном, там, 4К, 60 FPS свои видео, там, 8К, да, он может снимать 8К. Поэтому вот эта штука очень интересна. Я бы хотел бы все-таки походить с этим аппаратом подольше, потестировать, посмотреть. Видите, мне такая тема особенно интересна, ребят. Так, давайте-ка быстро, бегло сравним его с другими фотофлагманами. Это у нас, конечно же, Mi 10, это более классическое решение. Тут тоже, как у многих других устройств, есть отверстие для глазка фронтальной камеры, но оно такое довольно компактное. Тут же, повторюсь, на Zenfone такого дела нету. И вы обязательно напишите в комментариях, какой дизайн вам нравится больше, классический или вот такой вот немного футуристический, даже интересный дизайн. Так, следом у нас идет Vivo, получается, X50 Pro, тоже фотофлагманс, получается, инновационная система стабилизации. Тут, кстати, Wasis тоже какая-то система стабилизации, мы обязательно сейчас ее проверим, там, HyperSmooth или как она называется, тоже должно быть интересно. То есть, аппарат бывает оптической и электронной, все это дело плюсуется и получится должен интересный стаб, хороший. Я на это надеюсь. Пока что я встречаю, как всегда, по одежке смартфон, мне он нравится визуально, по ощущениям, как он лежит в руке, все это дело. И, разумеется, пока что мы хвалим его, можно сказать. Ну, он ничего мне плохого не сделал, поэтому, извините, а то сейчас напишите, продался отписка, дизлайк. Нет, ребят, ну, просто пока что я вот держу аппарат впервые и у меня вот такие вот от него складываются впечатления. Так, это у нас Xiaomi Mi 10T Pro, аппарат собладает 108-мегапиксельным сенсором, тоже позиционирует себя, в первую очередь, как камерафон. Я бы даже сказал, камерафон и графон, тут у нас все-таки 144-герцовая матрица используется. Но вот эта вот 108-мегапиксельная камера, это, конечно, дело такое себе, потому что она, в основном, роляет только при идеальных условиях, ну, освещения. Если же в сумерках и ночью, тоже, в принципе, ок, но ждешь от 108-мегапиксельного сенсора, конечно, более лучшего качества снимков, но я надеюсь, что Xiaomi-шки подтянут все это дело, и мы обязательно сравним два вот этих девайса в различных условиях съемки, потому что Mi 10T Pro, в целом, повторюсь, хороший аппаратец, и я думаю, Zenfone 7 Pro составит ему конкуренцию достойную и, возможно, даже обойдет. И у нас, ребят, есть Asus ROG Phone 3, конечно же, Asus ROG Phone 3, собственно, аппараты построены у нас на одной платформе, Snapdragon 865 со знаком плюс, и в плане игровой производительности будут прям братья-близнецы, ну, разумеется, с перевесом в сторону ROG Phone. Тут у нас и 144-герцовая матрица AMOLED используется, шустрый тач, Air Trigger, да, это, как я уже говорил, Asus ROG Phone у нас идет все-таки, это самое главное его отличие от других устройств, это то, что он игровой смартфон, все тут заточено именно под игры, а, получается, Zenfone 7 Pro даст вам спокойно поиграть в любые современные релизы, потому что, повторюсь, 865 Plus это шикарный чип до сих пор, его хватит за глаза, наверное, на 2-3 года уж точно во всех современных тайтлах. Но, единственное, тут у нас 90 Гц, что, ну, я думаю, большинство игр упрется в 90 Гц, и также все будет у нас отлично. Ладно, дорогие друзья, наболтал я сегодня до кучи много, так что далее будем быстренько все это дело делать, знакомиться, и давайте-ка запустимся и посмотрим, что же у нас из себя представляет Zenfone 7 Pro от компании Asus. Так, ребят, собственно, мы запустились, и нас встречает, по сути, практически стоковый Android. Разумеется, это фирменная оболочка от компании Asus, но ничего такого лишнего, явно перегруженного от того, чтобы мешало нам жить спокойно тут, нет. Так, ну, а что, тут у нас все сервисы Google есть, в основном приложения, опять же, от компании Google, ничего такого, ну, разве что Netflix, там, может быть, парочка каких-то других софтин, абсолютно ничем нам не мешающих. Так, перейдем в настройки, меня интересует, что у нас тут о системе напишет нам, и какая версия Android на борту, Zenfone 7 Pro, десяточка у нас используется, я надеюсь, что аппаратец у нас в скором времени обновится и до 11, 11 уже вовсю шагает, так что, думаю, все ок. Кстати, давайте-ка проверим насчет обнов, что у нас, я подключился к Wi-Fi, пошла проверочка, давай-ка, что нам прилетит, прилетит что-то или же нет, вопрос. Ваша система обновлена, проверить обновление, все, значит, у нас, получается, последняя сборочка стоит, что ж, ждем 11-го Android на борту Zenfone 7 Pro. Так, следующий пункт, это, разумеется, экран, мне нужно поставить, у нас тут есть DC Dimming, все, прощай, мерцание, да здравствуют, да здравствуют счастливые глаза, 90 Гц поставили, и, собственно, вот она плавность. Конечно же, уже хотелось бы 120, но 90 это в любом случае лучше, чем 60, и это заметно. Так, наболтаем яркости, экран тут яркий, это AMOLED панель, Full HD+, матрица используется, углы обзора в целом довольно-таки неплохие. Ну, я не знаю, передает ли это моя камера или нет, но я вижу изображение практически на 178 градусов, наверное. Ну, и плюс максимальная яркость, тоже сейчас вот я перейду в меню, вас должно, по идее, слепить, и, да, для комфортного использования аппарата, ну, днем, в полуденное солнце, летом, я думаю, подобной яркости будет за глаза. Посмотрим на минималочку, что ж, ну, если видите что-то, это будет хорошо, потому что, в целом, получается, минималочка у нас тоже комфортная для чтения в позднее время суток. Так, так, что еще? Экранчик, в целом, тут довольно неплохой, повторюсь, это 90-герцовая матрица используется. Так, ладно, ребят, тут особо-то рассказывать нечего, потому что, по сути, как я уже говорил, это стоковый Android, без лишней ненужной мишуры, а значит, мы отправляемся к компьютеру, ставим сюда Antutu, еще что-нибудь интересное сюда загоню, сейчас мы его послушаем, как он у нас звучит, и посмотрим, на что же способен Zenfone 7 Pro. Ну и в Antutu барабанная дробь наш герой набирает вполне себе внушительные, я бы даже сказал, немного шокирующие 650109 очков, и это у нас по результатам пяти прогонов, то есть, в целом, результаты колебались от 639 до 655 тысяч очков. И для 865+, это прям, блин, я не знаю, это рекордные показатели, чтобы не быть голословным, возьмем второго рекордсмена, и это у нас Asus ROG Phone 3, получается, игровой смартфон, который у меня, ну, мне так и не удалось выжать из него 650 тысяч очков. Вот 640 это тоже очень круто, но у меня максимум был на нем 644 тысяч очков, а тут прям на 10 тысяч в Antutu, да, Antutu, как я не перестану повторять, это не 100% показатель производительности. В играх, конечно же, ROG Phone 3 будет приоритетнее, но в целом, вот такой вот у нас получился камерафон, который в синтетике побил игровой смартфон. Ну, грубо говоря, в цифрах, на самом деле, как я уже повторюсь, конечно же, для игр ROG Phone 3 будет получше. Так, давайте-ка сравним с обычным 865 Snapdragon, это у нас Mi 10T Pro получается, и тут разница, наверное, практически в 14, а то и 15% в зависимости от прогона к прогону. В целом, вот такой вот плюс, хотя, вроде, по паспортным данным, производительность должна быть в районе 8-10%, а тут получается целых 15%. Так, далее у нас следующий камерафон, это, получается, Mi 10, тут, ну, такие же результаты, как у Poco F2 Pro, у Mi 10T Pro, у Mi 11, о, нет, Mi 11, там 888, надеюсь, он скоро ко мне тоже приедет, обязательно его протестируем, посмотрим, сколько он выжмет, там должно быть уже больше 700. Кстати, в районе 700 также набирает у нас Mate 40 Pro из камерафончиков, но все равно Zenfone прям, блин, честно говоря, это вот, вот он получился у меня рекорд для 865+, 650 тысяч очков, 655 даже, грубо говоря. Ну и, разумеется, у нас Vivo X50 Pro еще из камерафонов, но тут, конечно, уже не топ-железо, есть Pro Plus, вот он идет как раз-таки на 865-м драконе, там тоже в районе, получается, 600 тысяч очков смартфончик набирает, но это, получается, немножко облегченная версия, именно с упором конкретно только под камеры. Ребят, и, собственно, к чему я вас клоню, мне кажется, этого зверя надо протестировать и сравнить с Asus ROG Phone 3, так сказать, в реальных боевых условиях. Кто за? Прожимаем лайчински и пишем одобряющий комментарий. Как только данный ролик наберет по нашей доброй традиции 1119 лайков, я отправлю Asus Zenfone 7 Pro в наш фирменный тест игр с FPS, нагревом и троттлинг забегами. Все, как вы любите, все по канонам жанра, так что вы знаете, что нужно делать. Так, ребят, ну а сейчас пришло время проверить звучание нашего героя, потому что Asus Zenfone 7 Pro у нас обладает сразу двумя динамиками громкоговорителя. Один из которых, это у нас, по идее, разговорный, вот этот вот, но все равно получается полноценный стереозвук. Так, и уровень звучания мы ждем, разумеется, не ниже флагманского. Отправляемся в нашу бесплатную библиотеку YouTube, я уже тут сюда всего понакидал, накачал и погнали. Так, пошел трек. Ну, наболтаем, да, получается, максимальная громкость, смартфон громкий однозначно. Да, действительно, стереозвук, и я не скажу, то, что этот звук динамик тише, чем этот. Может быть, это не самое лучшее звучание, что я слышал, но однозначно одно из уж точно. Может быть, совсем немного не хватает низких частот, может быть. Опять же, это все субъективно. Ну, наличие стерео, это круто. Следующий пункт нашей остановки, это, разумеется, камеры, потому что, в первую очередь, смартфон позиционирует себя как камерафон. Тут у нас основной сенсор от компании Sony, именно IMX 686 на 64 мегапикселя, далее идет ширик на 12 мегапикселей и 8-мегапиксельный телевик с трехкратным оптическим и 12-кратным цифровым зумом. Ну, и хотел сказать про фронталку, да, ее тут нет. Фронталка – это вот она, вот это, сразу три фронталки у нас получается. Переходим в приложение камеры, оно тут немножко отличается от того же приложения, ну, стоково, от компании Google. И мне, в целом, оно полностью напоминает приложение, которое используется в Asus ROG Phone. Вот прям камера точно такая же, за исключением вот этой штуковины. Так, ребят, затаили дыхание, нажимаем. Так, ничего не произошло, нам открылось меню из трех режимов. Погнали. Первый. О, и камера поднимается под таким углом, можно где-то что-то подснять. Это, думаю, удобно будет. Второй режим у нас, ну, это сейчас, получается, стенка снимается. Давайте посмотрим, как это выглядит вот так вот, ребят. То есть, камеру можно зафиксировать в подобном положении. Это реально куча возможностей, конечно. В общем, для видеографов, для подсъемки, чего-то там интересного, думаю, сгодится. И, получается, третий режим. Камера вот так вот стала, смотрите. То есть, она зафиксировалась. Ну, конечно, чуть-чуть ходит, если вот потолкать ее. Но, я думаю, лучше этого не делать. Хотя, наверное, все это рассчитано. И последний режим. Эта камера уже, получается, у нас в доке находится. Так, ладно. Ну, и чтобы ее повернуть сюда, нужно нажать вот эту клавишу. И, ребята, здорово, да, это я. Простите, пожалуйста, за вашу поломанную психику. И, получается, вот так вот у нас выглядит селфи-режим. Блин, это прикольно, это интересно. Все, до свидания. Я верну вашу психику на место. Так, видео. Получается, 4К и 60 FPS у нас. Зайдем в настройки. Посмотрим, что по максималкам. Максималка 8К разрешения. Да, это, конечно же, не особо кому-то сейчас нужно. Но, зато, видео можно кропнуть. Это плюс. Если вы там снимаете где-то, ну, для чего-то. Ну, я не знаю, может, для себя. В общем, возможность кропа. Это всегда хорошо. Говорю вам, как человек, который постоянно делает подсъемки на смартфоны. Так, режимы, портрет, панорама, ночная съемка. Тут есть ручной режим, уже более такой продвинутый. С возможностью установки там фокуса, баланса белого и так далее. Ладно, дорогие друзья. Сейчас мы берем его ближайших фотоконкурентов. Отправляемся на улицу. Сводим их в битве. И смотрим, что же из этого получилось. Сводим их в битве. Тест записи видеокамеры смартфона Asus Zenfone 7 Pro. Запись ведется в 8К разрешении. Да, это 8К 30 кадров в секунду. А также у нас в данном космическом разрешении еще и присутствует довольно неплохая система стабилизации. Сейчас идем обычным прогулочным шагом. Можете оценить, как это все дело стабилизируется. Но мне в любом случае на дисплее смартфона картинка кажется прям вообще, как будто бы мы едем по рельсам. Скинем на компьютер, там уже посмотрим. Может быть все не так гладко, но пока что все ок. А еще у нас тут, повторюсь, 8К разрешение. Это просто бескрайнейшая возможность для кропов. Да, конечно, это пока что особо, наверное, нигде использоваться не будет. Но большущий запас на будущее. Повторюсь, еще и возможность хорошего кропа. Это всегда только плюс. А еще камера у нас умеет вот так. У меня тут появился джойстик. Сейчас я попробую медленно. У меня пока что не получается. Надо немножко приноровиться. И мы разворачиваем камеру. Угадайте, на кого? Правильно, на себя. Ребят, то есть для каких-то подсъемок это прям вообще классно. И то, что фронталка у нас может в 8К разрешение, это прям вообще супер. Ну и, собственно, убираем камеру. Тоже все у нас делается при помощи джойстиков. Так, давай-ка. Надо, конечно, к этому делу приноровиться, потому что с первого раза особо, ну, в принципе, как и в любом другом деле, не получается. Но пока что вот эти вот возможности дополнительные, это только плюс, потому что таким могут похвастаться далеко не все смартфоны. Так что для видеоблогов, влогов и так далее, думаю, эта камера вполне себе интересный вариант. Ну, а сейчас, ребят, запись ведется уже на широкий угол. И у нас по-прежнему сохранилась эта самая прекрасная система стабилизации. Вот, смотрите, держу смартфон в единственной руке. Вторая вот вам машет, передает привет. И запись ведется в 4-й разрешении, 60 кадров в секунду. А таким, насколько я помню, могут похвастаться далеко не все флагманские устройства. И в целом, повторюсь, стаб у нас тут используется довольно-таки неплохой. И вот так, получается, у нас снимает уже широкий угол Asus Zenfone 7 Pro. Еще раз всем привет, дорогие друзья. Сейчас запись ведется уже на переднюю камеру смартфона Asus Zenfone 7 Pro. И вы ни за что не поверите, но это, наверное, единственный смартфон, который может снимать на переднюю камеру 8К разрешение. Да, 8К еще и системой стабилизации. Сейчас мы идем на обычный прогулочный шаг. Мне кажется, это не камера, а мечта для любого видеоблогера. Потому что, благодаря тому, что это у нас флип-камера, да, разумеется, это основная. Но, по сути, она выполняет роль фронтальной, без особых проблем. И мне кажется, для каких-то там зарисовочек, для блогов, влогов она сгодится просто идеально. Я не знаю, как нас тут насчет записи звука, еще не слушал. Но, мне кажется, все тоже должно быть на достойном уровне. Я бы сказал, даже, наверное, это лучшая у нас фронталка по части видео. Однозначно, прям вообще без вариантов. Ну и вы можете ценить, как она снимает передняя камера. Да, передняя камера Asus Zenfone 7 Pro. Собственно, 8К разрешения с системой стабилизации. Ну что ж, мои дорогие друзья, на этой ноте, я думаю, мы будем закругляться. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить свой большой палец вверх. Подписываемся на канал, прожимаем колокольчики, чтобы пропускать новые ролики. А также посещаем мою группу ВКонтакте и мой Инстаграм. Там я публикую фотосессию устройств, которые приходят ко мне на тестирование. А также там проводятся голосования за следующие интересные девайсы для обзоров. Всем, ребят, огромнейшее спасибо за внимание и поддержку. Ну и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok